Мы делаем холл, соответственно, для того, чтобы мыть, пользовать в дальнейшем наши продукты. У каждой женщины, даже у меня, когда мы смываем макияж, область самого века темнее обычно. Она с покраснениями, там капиллярчики очень близко находятся вены. Соответственно, нам это также надо замаскировать. Закрываем глазик. Здесь, конечно, проблем такой не существует. Очень хорошо гладить без темных каких-то осветлений. Но в то же время мы должны полностью осветлить все темные участки. Еще раз повторяю, вы видите темный участок, осветляйте его. Если эта область около переносицы, осветляйте ее. Смотрите на меня. Вверх теперь поднимаем глаз. Аккуратненько. Вот такими притамповывающими движениями. Кисть уже практически сухая. Видите, на ней весь состав остался здесь. Я уже его нанесла. Соответственно, кисть имеет тончайший слой, корректирующий средство. И здесь мы можем аккуратненько просто его нанести на подресничную тень внизу века. И также легонечко при трамповании. Смотрим результат. У нас осветляется век, и мы уже можем на нем работать и создавать пигменты. Мы осветлили область подресничную, на что мы потом и сделаем акцент. Убираем консилеры. Переходим к следующим средствам. С чего мы начнем? Для того, чтобы нам дать жизнь каждому продукту, увидеть его на лице. Здесь мы, хотите, будем использовать подводку, кстати. Используем сейчас подводку для глаз, пока она, как она естественно, будет смотреться на макияже. Даже в таком, не то что возрасте. Это при любом макияже можно использовать. Какую будем использовать? Это серебристый. Серебристый, да? Который антрацепит. Еще выбирают вам какие цвета. Смотри. Да, возьмем такую подводочку. Во-первых, полностью концепция совпадет. Это легкий будет цвет с легким мерцанием. Для того, чтобы достичь блеска в глазах, соответственно, вы можете говорить, при нанесении данного продукта, подводки для глаз, с легким мерцанием, вы даете всегда блеск вашим глазам. Как правильно взять подводку? Берем, как ручку. Как вы ручкой пишете, так же вы берете колпачок подводки. Всегда фиксирована. У вас она должна лежать на большом пальце. То бишь, большом пальце вы всегда можете фиксировать. Чувствуете? То бишь, она у вас не подходит, чтобы рука у вас не дрожала при этом. Вы должны взять и зафиксировать большим пальцем. Проблема из факультета, что когда наносим подводку, рука трясется, у нас и не пойдет подводочка. Чтобы ее зафиксировать, есть на это большой палец. И фиксация руки самой. При нанесении подводки можно приподнять бровь, для того, чтобы не образовалось ни одной складочки при нанесении данного продукта. У нас уже есть ход, соответственно, мы приподнимаем бровь. Видите, у нас глазик выравнивается, нет морщиночек. Соответственно, при нанесении данной подводки будет намного удобнее достичь того результата, которого вы хотите. Сейчас, наверное, не всем будет видно, но все увидят результат. Нанесение подводки начинается с, как это сказать, наверное, три четверти от глаза. То бишь не с самой середины, а вот чуть-чуть подальше. Из-за того, что кетровая кисть, ее не обязательно проводить. Мы наносим, можем вот так, точно. Она заполнит полностью, вам говорят, бояться не надо. Наносим точно так же, как наносила корректор с тапующим эстетом. Открываем. Ну, что мы видим, динамику цвета. Очень натурально смотрится подводка. Я ее не нанесла по всему веку, это уже не актуально. Мы должны наносить подводку именно так, чтобы показать. Вот мне нравится макияж, очень правильный у женщины. Она наносит именно те места, черный цвет и динамику цвета там, чтобы как раз показать свой гладик, раскрытым его более сделать. Вот, мы нанесли подводочку. Мы видим, что это достаточно произошло быстро, легко и удобно. В домашних условиях точно так же. В первую очередь, когда вы в домашних условиях наносите подводку, ни в коем случае не держим зеркало перед собой вот так. Мы никогда не нанесем правильно. Мы не открываем рты, как мы чаще всего, когда наносим все уши, мы открываем все рты и пытаемся ее нанести. Когда мы берем зеркало, в первую очередь мы его держим вот так, чтобы у нас гладик был полностью опущен. Смотрите, когда я смотрю в зеркало на себя вот так, у меня глаз полностью опущен и вся, ни одной складочки. Я вижу полностью под ресничную тень. Вот так вот я не смогу нанести подводку. Обязательно зеркало перед собой в домашних условиях держим около подбородка. В первую очередь. Когда мы берем подводочку, не боясь, дома советую каждый попробовать. Никто не испугается. Вот сейчас я себе нанесу косточек подводочки. Держим кисть. Мизиня здесь у нас может работать именно той, как говорится, подушечкой для опоры, да, чтобы ручка у нас не тряплась. Мы можем положить ее повыше, пониже, в зависимости от того, как у нас будет идти макияж. Прям подреснись. Видите, я просто кладу кисть. Этим удобен фетр, что его не надо тянуть никуда. При этом у меня ни одной мне складочки нету. Я элементарно, спокойным действием ее нанесла. Если даже что-то есть, я вовремя это могу убрать тем же самым мизинчиком. Если я хочу вытащить какую-то стрелочку, соответственно, я поворачиваю уже зеркало и свое лицо вот в этом направлении. И уже отсюда могу тянуть стрелочку легкую. Это легко, элементарно. У меня не заняло это много времени. И при этом я подчеркнула подресничную тень и стала более яркий глаз. Согласитесь, соответственно, в домашних условиях это очень быстро. Это не та подводка, которая была раньше, которая требовала вот таких вот принеслений нереальных. И мне кажется, что сейчас это максимально удобный продукт для вас, для домашнего применения и для применения на таких же покупателях. Мы нанесли подводку.